Мы нарушаем право ребёнка учиться в нормальных условиях, достойных условиях, те, которые мы должны создать как государство. Светлана Миронова, начальник представительства Центра по правам человека в Гагаузии. Родительские взносы в системе бесплатного образования для многих проблема не новая. Необоснованные поборы и коррупцию породило безнаказанность и отсутствие контроля в расходовании средств в государственных учебно-образовательных учреждениях. Мы начали изучать эту проблему. Почему? Потому что достаточно часто родители детей, которые учатся в школе, приходят с жалобами на то, что в школе осуществляются какие-то поборы. И причём поборы неизвестного направления. По соответствии с законом образования, вся деятельность учебных заведений должна быть абсолютно бесплатна. Эксперты уверены, что родители сами в силах навести порядок. Надо просто создавать эффективно работающие родительские комитеты. В тех учебных заведениях, где существуют родительские ассоциации, должны быть осуществлены процедуры в соответствии с законом. Прежде всего, это зарегистрировать данную родительскую ассоциацию непосредственно в управлении юстицией. А для этого необходимо создать устав, для этого необходимо сдать руководящие органы, открыть счёт в банке. О законности и эффективности работы родительской ассоциации можно говорить только после соблюдения всех требуемых процедур от регистрации до отчётности. Родительская ассоциация Очень часто родители вносят требуемую плату как обязательство, ввиду отсутствия знаний и закона, не ведая, что они вправе оказывать помощь школе в виде благотворительности, но не обязаны платить по тарифам. Официальных плат в школах и садах нет. Данные взносы должны быть добровольными, а не добровольно-принудительными. К сожалению, многие дети жалуются на то, что их учителя выгоняют с уроков или из садика даже, может быть, родителям делаются замечания, что они не заплатили энную сумму денег взносы родительской ассоциации. Мы констатируем, что эти положения абсолютно нарушают как закон образования, так и, естественно, право детей обучаться в школе, потому что на сегодняшний день Конституция диктует прямо, доступ к образованию должен быть обеспечен. Продолжение следует...